Всем кифлом! Приветствую всех на своем канале! Итак, я решил снять новое видео. Как получить одежду культа Epsilon в GTA Online? Ребята, на самом деле, с одной стороны кажется, что все это очень-очень просто. Нет, это нифига не просто. Это очень занудно, очень тупо и очень выбешивает. Так вот, краткая инструкция, которая есть в интернете. В общем, мы должны иметь свой ночной клуб. Ну, соответственно, перед тем, как его иметь, надо, соответственно, купить его и обустроить. И во время обустройства есть несколько пасхалок, о них я расскажу чуть-чуть позже. Сейчас самая главная, основная тема видео. Как получить одежду культа Epsilon. Итак, по инструкции кажется все довольно легко. Надо зайти в свой ночной клуб, выпить шот виски Макбет и потерять сознание, появиться на территории штаб-квартиры культа Epsilon. Кажется, все очень просто. Просто мы пошли к пару, выпили и, в общем, все так само появилось. Нет, ребята, это все очень сложно и нудно. Чтобы, в общем, появиться там, где нужно, нам нужно выпить 157 этих шотов виски. Не, я серьезно. Может быть больше, может быть меньше. Ну, в общем-то, около 157 вам выпить придется. У кого-то вообще может быть по трехсоточку, я точно не знаю. Вам придется действительно очень долго этим заниматься. То есть, ваше лицо, ваше лицо, вашего персонажа должно стать таким. Или таким, потому что, ну, столько пить, это же вообще пипец, это же просто отравление. Тем более, если пить подряд. Это вам повезет, если вы очнулись где-то в туалете, добежали обратно к стойке, опять выпили и все нормально. Проснетесь в другом конце города, соответственно, как бы, я не знаю, вам придется возвращаться. Но, с другой стороны, ваш персонаж хотя бы отойдет. И алкогольное отравление быть не должно. Но, если бы все было в реальности, то, по-любому, либо вот такое лицо нас ждет, либо просто госпитализация. Потому что, ну, столько пить, это пипец. Какие там секты, какие там культы Эпсилон. Это просто, ребята, жесть. Спустя 157 шотов виски мы появляемся на территории базы культа Эпсилон. Чуваки, это что-то. Столько радости у меня не было никогда. И, в общем, я заметил, тут небольшой баг произошел. Я сначала подумал, что там нарисован динозавр сзади. Но, нет, это часть моей татуировки. Вот так вот получилось. Ну, ничего страшного. Когда мы ее переоденем, в общем, все это исчезнет. Футболка будет в нормальном состоянии. Ну, так вот. Я уж обрадовался. Потому что, насколько я помню, в GTA Online, когда мы заходим на сайт культа Эпсилон, мы видим такую надпись. То, что мы внесены в список неспасаемых. Ну, я подумал, ну все, мы теперь член культа Эпсилона, можем тусить с эпсилонистами. В общем, все очень круто. Нет, ребята, эпсилонисты нас тоже не очень любят. Смотрите, они на нас как-то не то, что агрятся, но смотрят на нас и сразу уходят. Насколько я помню, в обычной GTA-шке, когда Майкла видят в костюме культа Эпсилона, они ему говорят кифлом. А здесь такого нет. То есть, соответственно, давайте попробуем зайти на сайт культа. Что же он нам выдаст? И выдаст нам то же самое, что было до. То есть, ребята, мы никакой не член культа Эпсилона, к сожалению. А почему так получается? То есть, смотрите, мы в костюме... То есть, не то, что мы в костюме, мы в футболке кифлом. Мы, по идее же, все должны быть стать членами культа, не? Ну, вероятно, наш персонаж напился и отжал у кого-то. Ладно, давайте попробуем получить мантию культа Эпсилон. Это, с одной стороны, проще, а с другой стороны, тоже нудно. Шлоритуал, так как вы часто были в сортире, ну, почти постоянно, каждый второй раз, вы наверняка видели этого чувака, которого можно дать на чай. Он охранник нашего клуба, и, в общем, он следит за туалетом. Так вот, он часто говорит слово кифлом. Вы это наверняка сразу заметите, потому что нас культа Эпсилона интересует, и мы знаем, что такое кифлом. Так вот, нам нужно дать ему денег. Сколько? 565 долларов. Итак, вы ему даете 565 долларов, и, между прочим, мы даем ему всему по одному доллару за раз, то есть наш палец очень сильно накачается, нажимая на буковку Е. Мы реально очень устанем, мы просто, извините за мат, я матернусь, заебемся. Но, тем не менее, ради мантии можно постараться, тем более, эта цена намного меньше, чем отдал за нее Майкл. Итак, в общем, после того, как мы накачали свой палец, у нас появится надпись «Осознание истины». Тогда мы бежим в гардероб, и в разделе «Особое», соответственно, видим костюм культа Эпсилон. Все, ребята, мы можем собой гордиться. Мы потратили уйму времени, мы могли пройти всякие миссии, мы могли вообще заниматься чем угодно, но все-таки мы получили костюм культа Эпсилон, и мы можем этим гордиться. Да, футболка, кстати, находится в разделе «Особый верх», и там тоже можно найти футболку, когда мы ее снимем, чтобы вы не потеряли сторочек, где что находится. Соответственно, в общем, все, на этом, наверное, пасхалки культа Эпсилон заканчиваются в GTA Online. Но, помимо пасхалок культа Эпсилон, есть и другие пасхалки. Как вам, например, такое? После того, как мы купили клуб, нам надо его обустроить. И вот здесь мы знакомимся с самим Тони Принцем, то есть известным как Гей Тони. Он, в общем-то, герой эпизодов GTA 4, эпизод from Liberty City, GTA, баллада о Гей Тони. В общем, я сейчас как эпота говорю, повторяю, тавтология тупая, в общем, все это понятно и так. В общем, что касается этого персонажа, все мы его прекрасно узнаем. Он, в принципе, не особо изменился за столько лет. А еще мы здесь видим Лазла. Как видите, он немножко изменился, поменял свой имидж, убрал эту косичку. Кстати, Лазла – один из персонажей, который появился почти во всех частях GTA. Да, кроме первой, второй, Лондонов, Эдвенса, ну, в общем, где есть радио нормальное, где можно послушать Лазла, там диджеет. И, соответственно, участвовать в всяких передачах. Ладно, о чем это я? Так вот, Тони, как нам известно, обитал в Liberty City всегда. И, в общем, когда мы садимся в его машину, мы видим на GPS карту Liberty City. Это пасхалка или это баг? Я считаю, это баг. Но, возможно, разработчики хотели, может, нам так и намекнуть. Может быть, это и пасхалка. Это, как бы, сложно судить, но такой баг иногда бывает. Так как, все-таки, это радио, а не GPS-навигатор. А, насколько я помню, именно в Xbox 360 версии, так как не было вида от первого лица, в таких машинах был именно навигатор. И он показывал Liberty City, потому что тачка-то как раз-таки из GTA, эпизод про Liberty City. Ну, в общем, ладно, я что-то заговорился, таталоги много. Вторая пасхалка, в общем, находится на рабочем столе Тони в клубе. И, как мы видим, здесь портрет Луиса Лопеса. Ну, в общем, как понимаем, он жив, с ним все хорошо, он все нормально. Скорее всего, он там заправляет клубами, так скажем. Все у него круто, все охеренно. Ладно, давайте теперь просто посмотрим вообще, что в клубе творится. Часто Тони можно видеть вот за компьютером, сидящим, смотрящим всякие сайты. В общем, спасибо за просмотр. Вступайте в группу, подписываемся. Подписываемся на канал. У меня, кстати, инста есть, там тоже есть настройка канала, можете посмотреть. У меня есть инстаграм. Ну, лучше подписываться на мою группу Мистики. Я, кстати, еще админа, который шарит по скалках, потому что одному за всем следить очень сложно. И все-таки мне нужна небольшая помощь, так как когда я делаю видео, мне немножко некогда заниматься группой. А я хочу, чтобы группа тоже как бы процветала. В общем, спасибо вам за просмотр. И, кстати, насчет админки, пишите там сообщение группы, я вам отвечу. Выберу нужную кандидатуру. Спасибо за просмотр. Пока.